Так, установка на сегодня, создать какое-то непринужденное, расслабленное видео, потому что в последнее время уровень стресса у меня как будто вот так вот динь-динь-динь-динь-динь и где-то вот там уже зашкаливает, знаете, как в мультиках, да динь-динь-динь-динь-динь и как бы голова уже вот-вот должна вскипеть. Я не знаю почему, и это, кстати, отображается в моих видео, они все это замечают, вернее, никто этого не замечает, потому что мне кажется, что я уже научилась, когда я сажусь перед камерой, как-то отключаться от внешнего мира, независимо от того, что происходит у меня в жизни, я сажусь и как бы вот пытаюсь изобразить что-то веселое, счастливое, скажем так, но на самом деле разные бывают ситуации. И как обычно в таких вот «Собирайся со мной» видео, я стараюсь использовать какие-то новые косметические продукты, которые я еще не показывала у себя в видео, чтобы это было, ну, хоть немножко информативно, наверное. Сейчас на мне вообще ничего нет, и мне очень хочется начать макияж с лица, хотя я обычно начинаю с глаз. И, кстати, я изначально планировала взять что-то такое, что я люблю использовать для тона, как, например, в «Айсэл». Посмотрите, все, он у меня почти закончился. Придется 100% покупать новый. Но я решила, мне попались на глаза вот эти вот пробники. Это пробники стика от Hourglass, ну, довольно известная тональная основа. И я обычно такие пробники как бы не на камеру пробую. Я решила, надо попробовать этот тон, потому что если он действительно настолько классный, как говорят, может быть, стоит все-таки прикупить такой стик. Прошлое мое видео, кстати, было о татуировке. Не знаю, как оно будет воспринято, может быть, много будет негатива, и если не сразу, потому что я предполагаю, что первые, кто его посмотрит, это будут те, кто меня действительно сильно поддерживает, и как бы там вряд ли сильно много негатива будет. Но оно ж останется в интернете, и чем дольше оно будет висеть, тем больше будет проходящих зрителей, а там уже начнутся комментарии, я чувствую. Так, я хочу открыть сейчас... Ииии... Он какой-то расстается. И давайте, наверное, начнем с оттенка Shell. Он тут выглядит на рисунке как будто он прям совсем-совсем светлый. Но на самом деле не такой, он уже и прям светлый. Консистенция такая достаточно кремовая, ну, в принципе, типично для стика. Мне кажется, этот оттенок мне хорошо подойдет. И растушевывать я его буду спонжем от Nabla. Тяжело, спонжем идет, прям надо ее так втирать. А оттенок, кстати, очень даже неплохо мне подошел. И не темный, и не светлый, как раз вот идеально просто мне подходит. Так, первое впечатление. Неплохо, но как-то не вау. Так, интересно, а сколько он стоит вообще? 46 баксов он стоит. Ну, в принципе, не так уж прям слишком дорого. Ну, это где-то цена как раз-таки вот в YSL. Но пока что мне в YSL нравится больше. Здесь больше пудровый эффект. Возможно, лучше эта тональная основа подойдет тем, у кого комбинированная кожа. Под глаза я буду использовать Maybelline Instant Anti-Age Eraser. У меня такое впечатление, что мне пора создавать новую серию видео в поисках идеального консилера. Потому что в последнее время как-то я не могу сказать, что у меня есть какой-то консилер, в котором бы я была прям вот на 100% довольна. И мне кажется, что вот похожую серию, как я делала с тональными основами, когда я постоянно что-то новое тестировала и прям вот детально вам все показывала, как бы как это все выглядит. Вот мне сейчас что-то такое надо сделать с консилерами. Вот что-то такое мне нужно, что-то увлажняющее, но в то же время, чтобы это не западало в морщины и не высыхало через какое-то время и не делало мне сухарь под глазами. Вот какая-то такая задача. И раз уж такое дело и мы с вами начали делать лицо, наверное, стоит его и закончить. В качестве хайлайтера я хочу взять свой любимый L'Oreal. Новинок у меня никаких нет, к сожалению. Кстати, у L'Oreal сейчас выходят два новых цвета, такие как светло-какой-то розовый и такой более насыщенный ягодный. Мне вот интересно, насколько они будут темными. Я, может быть, себе бы тоже розовый такой прикупила, потому что нравится мне этот хайлайтер. Один из лучших, наверное, один из самых натуральных вообще в моей коллекции. В качестве контура, как обычно, буду брать Renaissance Glow. Это уже, кстати, вторая моя палетка, и тут уже тоже я донышко наблюдаю. Чувствую, надо будет уже скоро третью покупать. Я вот так вот смотрю на себя в мониторчик, и как будто на камере этот тон просто идеально выглядит. Ну, вполне возможно, потому что так все и говорят, что он хорошо подходит для фото-видеосъемки. Брови теперь мне нужны. Здесь у нас два несменных фаворита. Это Colourpop и Vivienne Sabo. Но есть у меня новинка от Colourpop. Они недавно переформулировали вот этот вот гель для бровей. Они сделали, во-первых, его тонирующим. Я взяла оттенок Dark Brown. Я им уже попользовалась достаточно много раз. Я им уже пользовалась. И вот не могу сказать, что прям, вот знаете, он мне сильно понравился. Во-первых, оттенок, я бы не сказала, что это Dark Brown. Вот у меня оттенок карандаша Dark Brown. И вот это вот именно темно-коричневый карандаш, причем холодный. А гель они почему-то сделали, мне кажется, теплым. Итак, что касается этого геля, то для меня здесь, наверное, больше минусов, чем плюсов. И, скорее всего, когда он у меня закончится, я его покупать заново не буду. Я не могу сказать, что это плохой продукт, но вот допользуюсь и все. Почему? Во-первых, они, хотя сделали здесь достаточно маленькую такую щеточку, казалось бы, достаточно должна быть она удобная. Но она какая-то вся загаженная. Вот она вся заляпанная вот так вот плотно вот этим гелем, поэтому его нужно счищать. Причем, что у меня не самые тонкие брови, но все равно для меня это слишком много. И вот неудобная щеточка. Какая-то она как будто не прочесывающая, прочесывающая, а вот просто я вот сверху вот так делаю ляп-ляп-ляп, и все, а не прочесываю свои брови. Хотя эффект вот как бы я могу создать красивый, но в то же время вот он какой-то слишком густой, слишком какой-то пластилиновый, что ли. Вот этот больше работает, знаете, как лак для волос. То есть его нанес, и брови прям так... И все, и они прилипли к твоему лицу, и больше никуда они не деваются. Мне так нравится сейчас мой макияж. Можно даже глаза не трогать. И вообще я заметила в последнее время, что чем более активными я делаю глаза, тем меньше мне само это нравится. Но постоянно, когда я сижу снимать, у меня такое впечатление, что если я сделаю что-то слишком простое, то это как-то скучно, наверное, в кадре выглядит. То есть надо попробовать что-то другое. Там какие-то смокия или что-то цветное. Но стоит мне сделать какой-то насыщенный смокий или что-то цветное. Да, конечно, приходит много и позитивных комментариев, но обязательно кто-то напишет, что это просто ужас. Зачем себе такое делать? И вообще ты уже не в том возрасте, чтобы делать такие макияжи. Короче, никогда всем не угодишь. Вот это точно то, что я выучила на YouTube. И надо делать то, что в первую очередь нравится тебе, а уже подписываться на тебя будут те люди, которые, собственно, согласны, скорее всего, будут с твоим мнением. Для глаз, кстати, у меня сегодня тоже новинка. И это палетка от Colourpop, которая называется Fame. Это их единственная холодная палетка вообще, которая у них только есть. И я когда ее увидела на сайте, она мне как-то не очень понравилась. А потом я ее увидела вживую, и я на нее посмотрела, и прямо она меня заинтересовала. Тем более я поняла, что у меня сейчас в коллекции прям острая нехватка каких-то холодных тонов. Я уже достаточно много оттенков здесь перепробовала, и, ну, вот как-то она меня подразочаровала, наверное. И вообще в целом мне так обидно, но в последнее время тени Colourpop меня разочаровывают, потому что раньше это было прям вау за эти деньги. Сейчас это просто, ну, как бы нормально. Вот не выпускают они чего-то интересного. И вообще вот это качество, оно как будто изменилось. То есть когда только появились Colourpop в рефилах, и когда я взяла вот эти первые наборные палетки свои, начала собирать, было прям вау. Когда же они начали выпускать уже именно палетки, становилось как будто хуже, хуже, хуже. И сейчас вообще какая-то такая посредственность у них выпускается. Вот вообще ни один их новый релиз меня вот прям не интересовал в плане теней. Качество здесь я бы не сказала, что хорошее. Я сегодня хочу сделать такой достаточно легкий макияж, потому что вообще, ой, у меня сегодня такие планы, из-за этого у меня же как-то настроение немножко улучшается. Мы сегодня едем, уже пришла смска, что пришел мой заказ. Мы сегодня едем покупать новый телефон. У меня уже достаточно долго, где-то около двух лет, вот этот вот Meizu M5 Note, по-моему, он называется. И меня он вполне устраивал. У меня нет такой вот лихорадки по поводу там айфонов. И вообще в последнее время это больная тема, но мне вообще ни один релиз Apple не нравится. Тем более, что у меня были айфоны, и мне они нравились, я ими пользовалась. А потом как-то после того, как они начали вот эту вот челку делать, ну вот этот вырез, скажем так, в экране, мне, короче говоря, этот дизайн вообще не нравится. Давайте я, наверное, начну краситься. Я начну с вот этого оттенка, который называется Razzle. Я очень долго вообще никакой телефон не хотела, потому что ничего мне не нравилось. Пока у Meizu не вышел новый телефон, Meizu 16-ый, и вот он только-только появился, только-только появилась возможность его купить. А до этого он все время был на предзаказе. И мне очень понравился этот телефон. Во-первых, ну у них он считается флагманом. И что мне нравится в компании Meizu, что они делают действительно качественные телефоны за нормальные деньги, но при этом это не выглядит как китайская копия айфона. Вот как-то так бы я, наверное, выразилась, потому что когда смотришь на другие бренды, ну вот прям видно, что они из кожи вон лезут, чтобы сделать более бюджетный айфон. А здесь мне прям все очень понравилось в этом телефоне. Там и экран очень классный, и экран прям там от начала до конца, там вообще безрамочный он, очень классный. Камера там очень хорошая, экран AMOLED, разрешение экрана классное, процессор там топовый. Ну, короче, реально классный телефон они сделали. Вот, поэтому я сейчас докрашусь. Я хочу сделать что-то более спокойное. И, кстати, вот я сегодня, когда планировала это видео, я вспомнила, что когда мы покупали мне вот этот телефон... Кстати, на всякий случай скажу, это не реклама. Meizu не спонсировала это видео, к сожалению. Ну, если они увидят это видео, захотят следующее подспонсировать, я, возможно, буду не против. Так это, когда мы вот этот мой телефон покупали, я в тот день тоже снимала видео, и у меня просто такой крэйзи-лук был. Там кат-крис такой с блестками. Я постараюсь найти или фотографию, или, может быть, вставить кусочек этого видео с тем макияжем. Но я тогда пришла в магазин, и на меня так все смотрели, что, девочка, ты вообще откуда? Поэтому сегодня хочется что-то такое немножко попроще сделать, чтобы не распугать народ. И, кстати, у меня сейчас в гостях мама, и она еще об этом не знает. Она, кстати, сидит в соседней комнате, поэтому я не буду сильно громко об этом говорить. Она об этом не знает, но мы ей в качестве сюрприза покупаем сегодня точно такой же телефон. То есть мы купим два одинаковых, и один подарим ей, а второй будет мне. Кстати, нужно отдать ей должное. Она вот прям пользуется всеми функциями телефона. У нее там куча приложений, и камера тоже. У нее отвратительная просто камера. И этот телефон, кстати, тоже. Он нормальный. У него, я не могу сказать, что он какой-то глючный, там вот что-то такое. Ну, видно, что он уже устарел. Конечно, два года для техники это много времени. Вот я возьму вот этот вот теперь оттенок, и я надеюсь, что этот новенький ей как раз кстати придется, и надеюсь, что он ей понравится. Ну, я думаю, должен понравиться, потому что я по обзорам от него просто вообще в восторге. Вообще, самый красивый здесь вот этот вот, который называется Экстраваганза. Ну, я вам покажу свочи абсолютно всей палетки. Чем она мне, кстати, не понравилась? Она создает достаточно блеклый макияж. То есть, это не та палетка, с которой можно сделать прям с... Так, мне сегодня все равно ничего не испортит настроение. Что это было? У меня здесь в комнате обвалился карниз. Ну, как обвалился? Не то, чтобы он прям обвалился, но он начал провисать. Из-за того, что мне нужны очень плотные шторы, чтобы закрывать окна, а сзади, как раз за этим фоном, частично находится окно. Поэтому я там на окне нагородила целый склад для того, чтобы закрыть вот эту вот часть фона, чтобы там не пробивал свет. И он был однородным, поэтому вот эта моя конструкция только что улетела просто на пол. Сегодня я буду использовать вот этот вот оттенок. Он называется Derutant. Так вот, я начала говорить о чем? Что с этой палеткой вряд ли получится сделать вот прям какие-то насыщенные смоки или очень сильно затемнить, например, макияж, там, затемнить уголок или, ну, что бы то ни было, да. То есть с этой палеткой получаются такие как блеклые макияжи достаточно. То есть для повседневного макияжа в холодных тонах она вполне возможно, что подойдет идеально. То есть вполне возможно, что она вам понравится. Но если вы хотите разнообразия от нее, то, ну, скорее всего, вы его не получите, потому что сколько я не пыталась создать хотя бы более-менее темные макияжи, все равно они получались какими-то плешивыми. То есть оттенок даже наносится достаточно темно, но стоит его немножко потушевать, и он как-то в каких-то местах начинает подтираться. Теперь я возьму оттенок Clubhouse и вот буквально немножко его во внешний уголок нанесу, чтобы растушевать границу между Металликом. Кстати, знаете, какую тему я еще хотела с вами обсудить? Я за собой замечаю, что в последнее время я как-то как устала от бьюти-ютюба. То есть вот среди моих подписок осталось очень мало блогеров, которых я вот действительно не пропускаю и каждый раз смотрю. И часто, вот очень часто такое случается, что я открываю YouTube, начинаю листать ленту, и вот ничего не хочется включать. Как-то не вдохновляют меня абсолютно в последнее время бьюти-каналы. Вот мне интересно, это только у меня такое или вообще в принципе вот сейчас такая тенденция пошла. Вообще бьюти-сегмент на YouTube один из самых непопулярных. И я вот задумывалась, в каком направлении свой канал вести, что мне самой нравится, что я сама смотрю, и что бы я хотела видеть. Ну, понятное дело, на YouTube есть часть блогеров очень популярные, которые супер креативные. То есть, например, тот же Джеймс Чарльз, да, когда он делает прям сумасшедшие какие-то трансформации. Ну, это вообще не моя тема, то есть я не хочу даже вдаваться в это. Кстати, на нижнее леко я тоненькой полосочкой нанесу вот этот вот оттенок. Мне нравится, как он блестит на нижнем веке и создает такой как влажный эффект. Я сама себя ассоциирую с несколькими, наверное, блогерами, и вот именно в таком направлении мне бы и хотелось двигаться. И этих блогеров как раз-таки я, ну, практически не пропускаю, наверное, на YouTube. Это, во-первых, Тати. Обожаю ее и стилистику, и эстетику, и качество, и манеру подачи, и то, как она себя преподносит. Вот все мне в ней нравится, а больше всего мне в ней нравится то, что она очень быстро разбирает все новинки. Вот это именно то, к чему я тоже хочу стремиться. Стоит чему-то новенькому появиться. Все, у Тати это 100% есть на обзоре, и ты уже понимаешь, нужно тебе это или не нужно. И если вы сейчас откроете мои видео, вы посмотрите, что в последние, ну, наверное, пару месяцев у меня достаточно много видео, как раз-таки новинки, новинки этого, новинки этого, новинки этого. Мне самой интересно на это все смотреть, как бы сравнивать, что выходит на рынок. Но у Тати мне лично не хватает на этот новый элемент, это более такого техничного элемента, который есть, например, у Стефани Николь. Она больше разбирает составы. Вот какой-то такой микс между Тати и Стефани Николь, вот в этом вот промежутке мне хочется находиться. То есть обозревать новинки, но в то же время делать упоры и на состав, разбирать какие-то элементы. И, кстати, знаете, что я заметила? Вот в последнее время, я смотрю, набирает оборотов в сайт Экоголик, по-моему, он называется. Там, где можно вот так Ctrl-C, Ctrl-V вставить состав, и этот состав расшифровывается. И там как бы такими зелеными яблочками рейтинг формируется. Хороший ингредиент, плохой ингредиент. Но я, кстати, уже очень много раз замечала, что там, когда вбиваешь состав, там есть ингредиенты, которые у них вообще просто ужасные. А когда начинаешь копать разные источники и больше и больше погружаться в эту тему, то ты понимаешь, что они не настолько ужасные. И вот очень многие источники пишут, что вот этот весь излишний драматизм по поводу того, что какие-то ингредиенты супер вредные, создаются как раз таки эко-марками, которые за счет вот этой вот плохой рекламы вот этих ингредиентов как раз таки и продают свою продукцию. Поэтому вот нельзя верить ни одному источнику на самом деле. Поэтому я стараюсь, когда я готовлюсь к таким видео, перелопатить очень много разных источников. Так, мне кажется, уже пора заканчивать с этим макияжем. Я понимаю, что он абсолютно такой нейтральный, но мне вот именно что-то такое хочется. И я хочу сейчас накрасить ресницы тушью от NYX, которая называется Worth the Hype. И это темно-коричневая тушь. Я уже рассказывала о ней в видео о новинках NYX, и многие там заинтересовались. Я ее там не показывала в нанесении, но вот сейчас хочу показать вам, чтобы вы посмотрели, потому что это действительно очень темно-коричневая тушь, практически черная, но вот с такими легкими макияжами смотрится, по-моему, очень прикольно. Ну вот, по-моему, очень такой неплохой вариант, и даже учитывая, что у меня сейчас только мои ресницы, то есть нет накладных ресниц, для меня это неплохой, реально неплохой результат, потому что ресницы у меня очень плохие, особенно на вот этом глазу. Здесь у меня немножко более длинные ресницы, а здесь они вообще короткие, особенно с внешнего уголка глаза. Мне осталось только накрасить губы, и здесь я, наверное, буду использовать какую-то из лаковых помад NYX, наверное, тоже что-то холодное, и, возможно, это будет как раз-таки оттенок Motel Dreams. Мне кажется, он сюда отлично подойдет. Я, если честно, думала, что эта помада немножко лучше подойдет под этот макияж. Не могу сказать, что она прям плохо выглядит, но у меня такое впечатление, что она какой-то несвежести мне добавила, вот какой-то такой вот унылый вид у меня с ней получился. Ну, в этом макияже, я имею в виду. И я также обещала вам показать еще при дневном освещении эту тональную основу, и вот как раз сейчас самое время это сделать. В моих глазах она абсолютно нормальная, но я в ней не вижу вот этой вот экстра-люксовости какой-то. Вот ничего я от нее не получаю такого, чтобы прям заставило меня сказать вау. И у меня, наверное, на этом все. Хотя сегодня вот у меня получилось выполнить свою установку, которую я дала себе в начале видео. Я действительно как-то так расслабилась. И вот прям не хочется заканчивать снимать это видео. И все-таки, да, надо мне с вами прощаться. Я сейчас медленно сдвинусь в эту сторону и скажу вам, что если вы еще не подписаны на мой канал, но хотели бы это сделать, это можно вот сделать, нажав на вот эту вот круглую иконку. И также YouTube сейчас вам предлагает несколько других моих видео, которые вы тоже можете посмотреть. А если вы их уже осмотрели, то мы с вами увидимся в моем следующем видео через несколько дней.